Собаку к нам привели хозяева, попросили забрать на передержку и пообещали, что как только будет окончено строительство их дома, они обязательно заберут животное и нас отблагодарят за помощь. За девочкой-доберманом нас просили присмотреть всего несколько месяцев, ведь строительство дома, по словам хозяев, подходило к завершающей стадии. Собаку мы взяли, с ее владельцем обменялись телефонными номерами. Никто за Дией так и не вернулся, телефон оказался вальшивым, как и адрес. Поэтому собака так и осталась на передержке. Мы постоянно пытались найти Дия новых хозяев, но брать взрослого добермана люди боялись, хотя характер у собаки спокойный, она умная и послушная. Собака не выглядела больной, но настроение у нее менялось часто, поэтому было решено показать ее ветеринару. На первом осмотре врач не смог сказать нам стерилизовали собаку или нет, ведь шва не было заметно, а узы и делать не стали. Собаку ветеринар посчитал здоровой, на всякий случай только посоветовал давать ей витамины. Спустя шесть месяцев проблемы с настроением так и остались. В один из дней к нам заехала знакомая, которая третий год училась на ветеринара. Узнав о проблеме Дия, она предположила, что у собаки онкология. Мы долго не могли поверить в это, но в коне концов пришлось принять сложившуюся ситуацию. Деи было около десяти лет, внутри не получалось прощупать рубец от стерилизации. А вот обухоли были явно ощутимы, их было много и после проверки оказалось, что они злокачественные. Четыре часа ушло на удаление опухолей, но оно дало результат. Дея стала более активной. Радость была недолгой, вскоре вернулась апатия и плохое настроение. Дею нужно везти на обследование в Пермь, но у нас проблемы с транспортом. Четыре часа в электричке в одну сторону собака не выдержит. В качестве временной меры врач назначил пробиотики и гормоны, но как только Дея станет лучшей, ее необходимо все же отвезти в клинику на обследование. Дея уже не молода, найти ей новый дом не получится, мы хотим дать ей дожить оставшееся время, не мучаясь от боли. Продолжение следует...